Коллеги, я вас приветствую! На связи Надежда Бейнер. И в этом уроке я расскажу вам, как средствами Архикада можно сделать красивую и современную подачу вашего дизайн-проекта. В качестве отправной точки я возьму пример, который будет хорошо знаком, ну, наверное, каждому пользователю программы. Непонятное отображение квартиры, цветные перья, и абсолютно не ясно, с чего начинать. Как же нам спозиционировать модель, чтобы можно было рассмотреть и удачно продемонстрировать наше дизайн-решение. Поэтому сегодня мы научимся делать такие вот привлекательные фрагменты, после чего мы их скомпонуем в единую взрыв-схему. Это очень популярный прием, который используют дизайнеры, и я покажу, как это можно сделать в Архикаде. Я выделяю несколько этапов, которые мы должны с вами пройти. Первое – это графические замены. Внизу у нас есть кнопка, которая называется «Комбинация графической замены», и мы начинаем именно с того, что создаем новую под свои задачи. Давайте напишем, что это будет 3D-фрагмент. И сразу определяемся, а что же мы хотим видеть. Жмем кнопочку «Добавить новое правило». Обращаю внимание, что в зависимости от программы у вас может немного меняться интерфейс. Черные контуры – это то, что нас так сильно сейчас отвлекает. Жму на три точки, и правило будет звучать следующим образом. Тип элемента будет совпадать со всеми типами, потому что я хочу воздействовать на все наши элементы модели. Подключаем галочку, что тип линии сплошная, а ее перо как раз-таки должно быть черным. И жмем «Ок». Подтверждаем наши действия, и буквально за два клика мы решаем проблему номер один. Второй момент – это, конечно же, как нам вычленить фрагмент, как нам убрать все лишнее. Здесь на помощь нам придет команда, которая называется «3D-сечение». Обратите внимание, где она расположена. Если эта команда неактивна, то нажмите один раз, и вы увидите, что по периметру рабочей области у вас появляются ножницы. Именно эти ножницы позволяют нам разрезать модель. Давайте нажмем левой кнопочкой мыши для того, чтобы захватить ту или иную плоскость, и начнем резать. Здесь я буду действовать абсолютно на глаз, да, то есть нет никаких правил. Ну, например, таким образом. Очень часто возникает проблема, что при выполнении данной команды наши стены становятся пустыми. Пожалуйста, не допускайте эту ошибку. Проблема в том, что мы не завершили действие. Будет кнопочка, будет галочка, обязательно ее нажимайте, и тогда вы сможете спокойно продолжить работу. Давайте еще раз повторим наши действия. Выбираю плоскость уже с другой стороны, и также отсекаю квартиру. Намеренно оставлю стенку, и не забываем нажать «Завершить». Для того, чтобы эти плоскости нам визуально сейчас не мешали, вверху мы открываем ниспадающий список и снимаем показ этих плоскостей. То есть, по сути, мы уже выполнили большую часть работы. И этап номер три – это отключить все то, что нам мешает. Начиная с 25-й версии, прямо в объеме мы можем выбирать объекты, нажимать правую кнопочку мыши и указывать «Скрыть выборку». Это позволяет быстро разгрузить нашу сцену, и я советую так делать, потому что, когда у вас на подаче встречается много лишних элементов, это немного перегружает зрителя, и не нужно это оставлять. Дальше. То, что касается стены. Сейчас подобрать ракурс будет проблематично. Да, вы можете ее подрезать с помощью сечения, но я намеренно оставила такой сложный вариант для того, чтобы показать вам еще один полезный прием. Давайте мы обратимся к графическим заменам и создадим новое правило, которое позволит воздействовать на объекты и делать их прозрачными. Что если я хочу вот эти колонны и стены оставить, но чтобы они мне не мешали на картинке? Еще раз внизу нажимаю на кнопку «Комбинация графической замены» и создаю правило, то есть я наращиваю условия для вновь созданной комбинации. Это правило будет отвечать за прозрачность. «Окей» и жмем на три точки. А теперь очень важно правильно выдвинуть критерий. Тип элемента будет по-прежнему совпадать со всеми типами, потому что я и для балок, и для колонн, и для объектов хочу задавать эту прозрачность. Но как же мне его уточнить? Для этого мы жмем на кнопку «Добавить» и в разделе «Айди и категории» выбираем «Айди элемента». «Айди элемента» это некий уникальный его номер. А вот теперь мы начинаем думать, что если мы с вами будем добавлять какой-то символ или какую-то букву в «Айди» нашего элемента. И это позволит нам быстро их включить в выборку. Я предлагаю сделать следующее. Мы указываем, что «Айди» нашего элемента должно заканчиваться на большую букву «П» русская. Прозрачность, да? Самая простая ассоциация. Ну а теперь что же мы будем делать с этими объектами? Тип элементов и перо линий так же, как в предыдущем правиле. А в качестве покрытия я должна выбрать прозрачный материал. Опять же, в новых версиях все будет достаточно просто. Мы изменяем переключатель на цвета RGB, влияем на степень прозрачности, пусть она будет достаточно большая. Ну и указываем цвет. В качестве цвета ставлю белую краску. Жмем «Ок» и еще раз «Ок». Мы видим, что наше правило не срабатывает. Значит в архикаде нет таких объектов, которые удовлетворяют заданным условиям. Ну, давайте сделаем следующее. Выберем через зажатую клавишу «Shift» несколько колонн. Вверху в информационном табло я прокручиваю колесико мыши и нахожу ID этих элементов. Добавляю большую букву «П» и моментально вижу, что динамически архикад изменяет мне графическую составляющую. Ну что же, давайте мы повторим наши действия для стен. Точно так же добавляю букву «П» и жму «Enter». Вы можете использовать абсолютно другой запрос. Букву, цифру или другой критерий. Я хочу показать вам, что очень важно понимать, как работает программа. Тогда вы с ней сможете общаться и быстро объяснять, а что же вы хотите здесь и сейчас видеть. Никто не мешает сделать прозрачными ваши элементы. Все будет точно так же. Добавляете нужную букву в конец и объекты становятся должного вида. Дальше. Я бы хотела сделать сечение, которое будет иметь единую заливку. Для этого мы перейдем во вкладку «Вид». Здесь выберем элементы в 3D виде и указываем фильтрация и отсечение элементов. Ставим переключатель на специальное и я обычно выбираю краску. В данном случае это черный цвет. Так выглядит аккуратнее. Ну и самая интересная тема – это, конечно же, ракурсы. Ракурсы сводят с ума всех пользователей. Я видела очень много красивых проектов и неправильно подобранный ракурс просто все портил. Поэтому давайте раз и навсегда определимся, как же нам сделать правильный и привлекательный вид. Пожалуйста, запомните, что если вы хотите продемонстрировать объем, то в обязательном порядке выбирайте параллельную проекцию. Никогда не оставляйте перспективу. Еще раз переходим во вкладку «Вид». Здесь указываем параметры 3D вида и ставим аксонометрию. Модель может убежать, это нормально. Жмите дважды по колесику мыши, чтобы вписать ее в рабочую область. И вот уже кажется, что с этим можно работать, но не спешите. Можно сделать еще более удачный ракурс. Для того, чтобы видеть нашу динамику, я буду фиксировать виды. Поэтому внизу нажимаю на кнопку «Сохранить текущий вид» и даю ему очень простое название «Единичка». Мы работаем уже в навигаторе. Так вот, когда мы начинаем крутить модельку, то есть подключаем орбиту, хотим рассмотреть с разных ракурсов, можно заметить, что это ведь тоже параллельная проекция, это ведь тоже аксонометрия, но никуда не годится такое представление. Так вот, как его найти, как его поймать, как его зафиксировать? Для этого используйте уже готовые варианты преднастройки. О чем я говорю? Например, я выбираю так или иначе какой-то ракурс. Да, вид на квартиру? Но ведь все будет напрямую зависеть, какая у вас комплектация мебели. Может быть, было бы интересно на эту сторону посмотреть. Но здесь у меня, конечно же, основная часть модели сосредоточена на кухне. Кухня, спальня я хочу смотреть именно с данной позиции. Еще раз переходим во вкладку «Вид». Здесь выбираем параметры 3D-вида и обращаю ваше внимание на такой раздел, как параметры 3D-проекции. У данной команды есть горячая клавиша. Она достаточно сложная, но я ее советую запомнить. Ctrl-Shift-F3. Дальше я буду систематически ее использовать, потому что мне нужно будет постоянно вызывать это окно. Так вот, здесь есть варианты преднастроенных аксонометрий. Пройдитесь, пожалуйста, по ним и посмотрите, что будет получаться. Вы увидите, что некоторые варианты будут более привлекательные и интересные, чем то, что было предложено по умолчанию. Ctrl-Shift-F3. Давайте поставлю вместо изометрии, ну, к примеру, диметрия. Как понять, что лучше? Да просто попробовать. Вот уже такой вид, как по мне, более информативный. Я предлагаю его зафиксировать, поэтому жмем еще раз сохранить вид и уже цифра 2. Давайте посмотрим, как это выглядит. Первый вариант и второй. Скажите мне, что нравится вам, да, напишите в комментариях. Но здесь на этом не заканчиваются наши эксперименты, потому что ракурс будет также зависеть от того, как вы сейчас спозиционировали свою модель. Смотрите, я немного прокручу орбиту и буду смотреть как бы на кухню. Точно так же нажимаю Ctrl-Shift-F3 и перехожу в раздел преднастроек. Снова выбираю вариант диметрии и жму ОК. То есть программа мне выравнивает этот ракурс. Я его немного подтяну. Но очевидно, что сейчас он хуже. Мы его даже сохраним и посмотрим. Он хуже, чем тот вариант, который у меня получился до этого. Итак, 2 была диметрия и 3 также была диметрия. Поэтому здесь мы делаем очень важный вывод. Работаем в аксонометрии. Используем преднастроенные варианты. И еще дополнительно уточняем наш ракурс, определяя более выигрышный вид на квартиру. Я бы немного его изменила, чтобы смотреть именно на кухню. И еще раз Ctrl-Shift-F3. Снова выбираю настройку для диметрии, чтобы наша квартира выровнялась по законам архитектуры. Так, здесь мы должны зафиксировать этот момент уже номер 4. И на этом я останавливаюсь. Давайте посмотрим, что же у нас получается. Единственный вид под номером 4 я опущу ниже. Первое, то, что было предложено по умолчанию. Второй вариант, третий и четвертый. Четвертый вариант получился лучше всего. И его я беру в работу. Все остальное через зажатую клавишу Ctrl я выделяю и удаляю. Поэтому ваш алгоритм действий будет именно такой. Делайте промежуточные варианты и смотрите, что будет лучше. После того, как мы определились с нашей позицией, можно создать новое помещение. У нас есть санузел и давайте поработаем с ним. Для этого я подключаю видимость плоскостей сечения и уточняю их местоположение. Теперь я хочу подрезать данную стенку до санузла. Кнопка завершить. И все то же самое. Еще раз завершить. Можно скрыть их видимость. А дальше уже отдельно для элементов, будь то стены, декор или какие-то конструктивные объекты, мы скрываем их в объеме. Еще один раз. Таким образом, я быстро получаю готовый результат. Фиксируем наш вид. Пусть это уже будет номер 5. Конечно же, их потом нужно будет подписать, чтобы структура была понятная. Но, пожалуйста, обратите внимание, что когда мы один раз поработали над ракурсом и все настроили, дальнейшие действия сводятся к очень быстрым манипуляциям. Теперь создадим взрыв схему. Для этого мы уходим на раздел макетов и жмем кнопку новый макет. В качестве формата я выбираю вариант А3. Он у меня ориентирован вертикально и я выбрала основную надпись. Далее, в навигаторе снова перехожу к карту видов и через зажатую клавишу Ctrl выбираю два наших вида. Перетягиваю в рабочую область. Так, здесь мы их выбираем и можно повлиять на размер в процентном соотношении. Значит, это допустимо, когда у вас идет 3D вид. Пожалуйста, не делайте процентные изменения для чертежей. То есть, планировки, развертки, там вы работаете сугубо с масштабом. Что у нас происходит дальше? Дальше у вас, скорее всего, будет заголовок. Его нужно будет отключить через параметры. Поэтому обратите внимание, что есть отдельная закладка, где вы его убираете. Вот здесь нет заголовка. Ну и, конечно же, вопрос, который мучает всех остальных. Как можно отключить фон? Фон отключить нельзя, но мы можем вырезать контур. После того, как мы перетащили наши виды на макет, они превратились в такой тип элемента, как чертеж. У чертежа в архикаде есть определенные свойства и возможности. И сейчас мы ими будем пользоваться. Давайте нажмем по контуру чертежа. Появится локальная панель, в которой мы можем выбирать режимы для уточнения области. Нам подойдет вариант удаления из многоугольника и алгоритм действий будет следующий. Я делаю щелчок в стороне, за пределами чертежа. И дальше постепенно начинаю обходить контур. Я делаю это в несколько заходов для того, чтобы не ошибиться. То есть, например, раз и выхожу за пределы. Здесь уже дальше. Точность мне не важна. Самое главное прийти в ту точку, с которой мы начали. Давайте еще один раз повторим наши действия. Сначала щелчок по контуру. Если я щелкну внутри, то локальная панель будет содержать другие команды. Не путайте. Еще раз. Удалить из многоугольника за пределами контура. А дальше мы стараемся обвести модель. Если где-то ошибетесь, не переживайте. Потом можно это будет дополнительно уточнить. Здесь уже я пройдусь до конца. Выйду за пределы. И когда я выхожу за чертеж, мне, как вы понимаете, не важно, где будут проставлены точки. Самое главное вернуться в начальное положение. Готово. Все то же самое я сделаю для чертежа ниже. Готово. Теперь мы размещаем наши элементы. Будьте внимательны, потому что может быть выбрана команда перемещения под элементы. И вы будете двигать то, что внутри этой области. А нам нужна команда перемещения, чтобы менять позиции. Итак, данное помещение будет ниже, а санузел выше. Также есть несоответствие. Пожалуйста, обратите внимание, что вроде как мы вытаскиваем комнату, но она у нас есть на планировке внизу. Ну, логически это такая неувязочка. Поэтому мы уточним контур для нижнего фрагмента. Все будет то же самое. Первая точка, вторая и выходим за пределы. Раз, два, три. Готово. Если где-то криво, давайте подтянем линию. Только предварительно выбирайте вариант перемещения вершин. Так уже лучше. И для того, чтобы правильно спозиционировать элементы, мы захватываемся за направляющие линии. Они есть по периметру рабочей области. Щелкайте левой кнопочкой мыши и переносите их на свой чертежный лист. Дальше выбираем нашу заготовку, захватываемся за точку и команда перемещения. Определяем позицию. Да, возможно, нужно будет немного смасштабировать, но так как это графическая подача, мы имеем право изменять пропорции. Был бы это чертеж, ни в коем случае для разверток мы такое не делаем, чтобы не сбить масштаб. После того, как направляющие нам уже не нужны, мы их удаляем. И заключительные штрихи это пунктирные линии. Здесь используем команду линия. Тип линии выбирайте. Либо невидимая, либо короткая штриховая. Здесь уже на усмотрение. Первая точка, вторая точка и еще раз щелчок. Первая, вторая и завершаем построение. Да, здесь может быть небольшое несоответствие, но потому что не учтена толщина стены. В целом же я вижу следующий результат. И, кстати, небольшой косяк. Дверь у нас черная. Мне кажется, не очень хорошо, когда идет такое отсечение. Поэтому давайте мы перейдем на нашу модель и очень быстро исправим этот момент. Выбираем дверь и пишем буковку P. Жмем Enter. Когда я вернусь на макет, который мы с вами создали, его нужно обновить. Иначе вы не увидите изменения. Внизу есть зеленая круглая кнопка, которая так и называется. После обновления наши чертежи пересчитываются и мы моментально видим изменения. Но в этой всей истории есть один момент. Это качество исходной картинки. Посмотрите, я немного приблизилась и, ну, очевидно, что оно просело. Поэтому нужно научиться сохранять виды именно в большом размере. И я как раз записала такое полезное видео. Вам продемонстрирую, да, на что это будет влиять, чтобы вы понимали. У меня есть вид, сохраненный в размере 2500 пикселей. Да, то есть уже видно, что меняется отображение. И 4К, то есть 4000 пикселей. Это еще больше картинка, но очевидно, что она еще более качественная. А теперь смотрите. Даже если я меняю в процентном соотношении ее размер, то по сравнению с тем, что у нас получилось изначально, давайте мы вместе посмотрим, на примере кровати. Первый случай и второй. То есть даже если вы для социальных сетей будете уменьшать эту картинку, качество, изначальное, исходное качество должно быть хорошее. Так вот, ребята, которые проходят наше полное обучение по направлению проектирования интерьера в Архикад, заходите на платформу и в разделе с дополнительными уроками вы найдете этот материал. Если вы хотите научиться создавать такие же привлекательные и крутые проекты, я приглашаю вас на полный курс, потому что нужно разобраться, как работать с объектами, где искать дополнительные модели, как их правильно оптимизировать, что такое графические замены, потому что это архиважная тема. Ну и в целом, конечно же, как правильно укомплектовать ваш проект. С вами была Надежда Бейнер и до новых встреч!